Cypress Airways, IATECY, ICOCYP, национальная кипрская авиакомпания, расположенная в международном аэропорту Ларнака. Ее история насчитывает более 60 лет безупречной работы, что подтверждается высоким спросом на ее услуги со стороны довольных клиентов. Ларнака 1 Спартиз СТР, Антонио Билдинг, 5TH-6TH Флауор. Телефоны, 8081-11, Кипр, 357-24, 00-00-53, другие страны. Прага Праг 1, Спалина 51, 5TH Флауор. Телефон плюс 420-224-815-374. Бейрут Юнидем Сентер, Рэд Кросс Билдинг, Кафе Нить Жарес Стрит, Джалл-Эл-Дип. Телефоны, плюс 961-4, 723-823, плюс 961-3, 655-022. Власти острова, Бритиш Европин Айруэйс, БИА, и несколько частных инвесторов совместными усилиями основали Cypress Airways это первая сивая авиакомпания на Кипре. Первый коммерческий перелет, положивший основу для всей дальнейшей деятельности компании. На момент перелета парк самолетов состоял из трех самолетов Douglas DC-3. Старт эксплуатации Airspeed AS-57 Ambasada, позволяющего совершать полеты в направлении Лондона. Покупка и запуск нового Vickers Viscount 701 для регулярных рейсов из Лондона в Рим и Афины. Правительство нового независимого Кипра стало мажоритарным акционером с 53,3% акций, в то время как доля BA была снижена до 27%. Запуск официального сайта cypressair.com, ныне закрытого. British Airways окончательно отказались от последней доли своих акций, оставив правительство с 80,46%. Один из первых рейсов Cypress Airways. На фото Douglas DC-3 интересно. 19.92.2005. Все эти годы компания осуществляла амбициозный проект обновления флота, увеличила объем перевозок пассажиров, более 1 миллиона, год. Первые серьезные финансовые трудности – продажа дочерней компании Яросайпрея правительству Кипра. 2009-2010 год. Завершение 2009 года с убытками в размере 5,4 миллиона евро, а 2010 убытки несколько уменьшились, остановившись на отметке в 5 миллионов евро. 2011 год. Финансовые потери – более 29 миллионов евро за первое полугодие. 2012-2014. Постепенное сокращение маршрутной сети, старт переговоров, связанных с продажей компании, начало расследования Европейской комиссии. 2015 год. Закрытие авиакомпании в соответствии с постановлением Европейской комиссии. Так закончилась история кипрской авиалинии как компании. И хотя компания обанкротилась, но бренд Cypress Airways продолжил свое существование. В июле 2016 года кипрское правительство объявило, что компания Charlie Airlines LTD победила в конкурсе, проведенном Министерством финансов по поводу использования бренда Cypress Airways. Charlie Airlines была создана представительством местных инвесторов, владеющими 60% авиакомпаний и S7 Airlines, Россия, которая владеет оставшимися 40% акций. S7 в настоящее время является крупнейшим отечественным перевозчиком в России, занимая 4 места в рейтинге SkyTrakos в категории «Лучшие региональные авиалинии, Европа». В мировом рейтинге S7 занимает 97 места. Charlie Airlines получила право использовать товарные знаки Cypress Airways до 2026 года, заплатив за это более 2 миллионов евро. Обратите внимание, большая часть информации в интернете относительно Cypress Airways является устаревшей, и относится к периоду до 2015 года. Во время поиска следует внимательно смотреть на время создания веб-страницы. Авиакомпания «Бруссельские авиалинии» и официальный сайт регистрация на рейс осуществляется тремя способами – онлайн, через мобильную версию, за стойками. Фактически, сам авиаперевозчик Cypress Airways не позволяет заказать билеты онлайн, но S7 Airlines дает возможность купить авиабилеты через собственный сайт. Также, Cypress Airways не имеет официального сайта на русском языке, поэтому всю необходимую информацию можно найти на www.ssvn.ru. Если сравнивать способы регистрации, самой удобной является мобильная версия. Для этого требуется смартфон с выходом в интернет. Пользователю надо посетить мобильную версию сайта, либо скачать официальное мобильное приложение S7 Airlines. После оформления выдается мобильный посадочный талон, электронный билет. Важно, в Российской Федерации мобильный талон не приравнивается к бумажному. Поэтому необходимо распечатать посадочный талон в аэропорту. Пассажиры, забронировавшие свой рейс на сайте, имеют 24-часовой период с момента первоначального бронирования, чтобы исправить любые орфографические ошибки бесплатно. Пассажиры с билетами FLX могут менять орфографические ошибки в любое время без каких-либо сборов, в то время как плата за изменение билета BASIC будет взиматься. Если же регистрация будет проходить в аэропорту, рекомендуется приехать в аэропорт за несколько часов до фактического отправления рейса. Сама регистрация на рейс заканчивается за 30-50 минут до вылета самолета, а посадка – за 25 минут. Опоздавшие пассажиры на борт самолета не допускаются. Авиакомпания Самарские авиалинии и официальный сайт авиакомпании Кипрские авиалинии не выполняет стыковочных рейсов. Другими словами, во время авиастыковки нет никаких приятных бонусов, бесплатного питания, ожиданий в отелях, экскурсий и других развлекательных мероприятий. Пассажир обязан покинуть транзитную зону при составном маршруте, заново пройти таможенный контроль, после чего зарегистрироваться на новый рейс. Обратите внимание, прежде чем воспользоваться услугами Cypress Airways, требуется внимательно проверить место пересадки. Если стыковка происходит в странах еврозоны, придется оформлять шенгенскую визу. При перевозке багажа учитываются его характеристики, количество предметов багажа. Одна штука, один мешок или коробка. Масса перевозимого багажа. Размер. Зарегистрированный багаж объемом до 203 см. Ручной клади не более 55 на 40 на 20 см. Требования бесплатного провоза, для билета, эконом. Только ручная кладь одна штука до 10 кг, размером не более 55 на 40 на 20 см. Для билета, эконом флекс. Ручная кладь одна штука до 10 кг, размером не более 55 на 40 на 20 см. Багаж одна штука до 23 кг, объемом до 203 см. Пассажир всегда может купить дополнительный багаж, даже если не сделал этого во время бронирования или покупки билета. Помимо ручной клади, с собой можно взять небольшую сумку, женская сумочка, портфель, сумка для ноутбука. Важно, если на борту осталось больше свободного места, авиакомпания может бесплатно взять ручную кладь в трюм. В таком случае работник компании попросит забрать все ценности из сумки, прежде чем забрать ее. Являясь лоукостером, Cypress Airways организует питание и напитки, включая алкогольные, только за дополнительную плату. Дополнительных условий для детей фактически нет. Есть возможность путешествия ребенка без сопровождения взрослого. Для этого ребенку должно быть от 5 до 12 лет, если полет будет проходить только по прямым рейсам, управляемых кипрскими авиалиниями. Отдельно можно заказать эскорт для ребенка, стоимость 50 евро, цена актуальна на июль 2018 года. Важно, стоимость билета для детей рассчитывается, учитывая точную дату рождения. Так, если ребенку во время перелета исполняется 12 лет, ему необходимо покупать взрослый билет. Флот состоит из одного Airbus A319, общим количеством мест 144. В конце 2018 года ожидается покупка еще двух Airbus A319 или A320. Узнать текущее наполнение авиапарка можно, посетив кипрские авиалинии официальный сайт cypressairways.com. Базовым аэропортом Cypress Airways является международный аэропорт «Ларнака». Это основной и крупнейший аэропорт Республики Кипр, обслуживающий одноименный город и близлежащие районы. На данный момент существует два тарифа «Эконом». Базовый тариф, оптимальный для короткого перелета. Билет не подлежит возврату ни при каких условиях, стоимость выбора места 5 евро, дополнительного места для сидения 15 евро. Эконом гибкий. Тариф повышенной комфортности. Билет можно вернуть с доплатой 15 евро, а если возврат происходит приношоу, то дополнительная плата 70 евро. Маршрутная сеть авиакомпании постепенно увеличивается, охватывая большее количество направлений. Для получения более детальной информации можно посетить официальную страницу линии. На ней указаны существующие направления и будущее. К сожалению, Cypress Airways не предоставляет бонусов своим клиентам. Руководитель компании заявил, что такое положение дел временное, и уже в следующем году они собираются запустить новую бонусную программу. Так же, как и с бонусами, авиакомпания не проводит никаких акций. Скидки полностью отсутствуют. Если не считать скидки связанные с возрастом, для детей от 2 до 12 лет билет стоит на 25% дешевле. Cypress Airways смогли практически полностью возродиться благодаря S7 Airlines. По состоянию на лето 2018 года, самолеты кипрской компании совершают до трех перелетов в сутки. Но качество полета оставляет желать лучшего. Особенно, если путешествовать с детьми, только платная еда и напитки. Отсутствие необходимых устройств для комфортного перелета ребенка. Из плюсов можно отметить низкую стоимость билета и прямые быстрые маршруты. Как результат, услуги авиакомпании пользуются большим спросом среди бездетных пары людей, которые летят на 100%.